На стадионе «Буран» 250 юных атлетов соревновались в таких дисциплинах, как прыжки в длину и высоту, а также в беге на различные дистанции, в том числе и с препятствиями. В последнем один из лучших результатов показала спортсменка из Росоши Маргарита Землякова. В беге с препятствиями на дистанции 60 метров Маргарита уверенно одержала победу. Однако, финишировав первой, девушка своим результатом осталась недовольна. Я пробежала хуже, чем бежала на тренировках. И вот как-то для своего времени не очень как-то. Для самой себя плохо достаточно. Девушка также сказала, что будет и дальше стремиться к улучшению своего результата. Пока что моя цель – вот хорошо начать бегать барьер. Вот у меня достаточно прыгать, хорошо получается. Я хочу еще начать прыгать. Вот, хочу сделать первый разряд, пытаться делать вот на 200 метров особенно, потому что у меня вот такая дистанция, где, ну, ни туда, ни сюда как-то не очень получается. Вот я хочу как-то попытаться сделать первый разряд, потом пытаться прыгать. Ну, вот это вот. Ну, все связано со спортом. Показать свою скорость, ловкость и силу в соревнованиях участники приехали из Росоши, Ольховатки, Борисоглебска, Воронежа и других районов области. И каждый был настроен только на победу. Ну, я привык, приезжая вот на эти детские, мы всегда или в тройке, или в основном побеждаем. Вот сейчас забег барьеры, девочка выиграла с двух забегов, показала лучшее время. Хотя мы как бы всегда анализируем, и она уже анализирует, немножко на старте перегорела, задержалась. А так все нормально пока идет. Но настроены только на победу. Эти соревнования не первое, и главное, как уверяют организаторы, не последние. Такие мероприятия популяризируют спорт и здоровый образ жизни, что немаловажно для подрастающего поколения. Легкая атлетика, она же королева, она сложная, она индивидуальная. Но зато, когда побеждает ребенок, он тогда чувствует, что он на данный момент лучший. По генетике, по родословности своей родителей. Они потом у них крепкие дети рождаются. Это все мы рассказываем на тренировках. Чемпионат завершился почетным награждением победителей. И, возможно, эта победа станет толчком для достижения новых целей в спорте и в жизни. Победители наших соревнований, они, это у нас самые высшие областные соревнования, то есть самый высший ранг, на которых могут соревноваться дети этого возраста. Отбора сборной команды в Воронежской области пока нет. У нас для этого возраста существует еще многоборное соревнование шиповка юных. И там проходит отбор в сборную команду школ, которые выезжают на всероссийские соревнования шиповка юных. Здесь у нас, как бы, статус соревнований конечный, то есть победитель получает статус победителя областных соревнований. Соревнования проводятся второй год благодаря усилиям Федерации легкой атлетики Воронежской области этот возраст. Наградную по атрибутику предоставляет Федерация легкой атлетики совместно с ЦРФКС, Центром развития физической культуры и спорта Воронежской области. Виктор Шацкий, Валерий Бобкин, 41-й телеканал Воронеж.